Уважаемые граждане России, уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, за первые 12 лет нового века сделано немало. Уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по возрасту, в прямом смысле этого слова, и не способную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию страны. И ещё один важный момент. Процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднён и до безобразия забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто. Уважаемые коллеги, сегодня найти работу с достойной заработной платой, как правило, можно только в столицах или сырьевых регионах. Получить качественное образование и медпомощь в нескольких крупных городах. Российский бюджет, социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, и не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, таланту, труду, образованию, а значит, по определению порождает неравенство. Мы должны беречь офшорный характер российской экономики. По некоторым оценкам, 9 из 10 существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Это наше ключевое достижение. Я хочу обратить на это ваше внимание. Уважаемые коллеги, мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей. Это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Настоящей питательной зоной для коррупции стали госзакупки. Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специалистами, работающими здесь, закрепилось казённое определение «бюджетники». По уровню доходов они не дотягивают до среднего класса. Вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жизненном комфорте и в профессиональном развитии искать постоянно дополнительные заработки. Уважаемые коллеги, универсальные демократические принципы, принятые во всём мире, должны быть исключены, абсолютно исключены из политической повестки. Мы не допустим возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать. Контролировать, оценивать результаты её работы. И мы должны помнить, что достойно прошли этот непростой путь. Шаг за шагом достигали поставленных целей. Шаг за шагом достигали поставленных целей. Шаг за шагом достигали представленных целей. Шаг за шагом достигали подготовленных целей. Шаг за шагом Making Making 100%, шаг за лCanин consciенциг, мы проводим собаки на сер tubing. Продолжение следует...